Вы говорите, чтобы я громче говорила, потому что я понимаю, что у меня когда валит, я... Да, да, да. А можно сказать, что... Я слышу, слышу, но я слышу. Так, ну что, погружаемся. Так, я сейчас перевешу, чтобы было комфортно. Так, чтобы микрофон был. Вдох-выдох. Правило, когда идешь в ресурсы психики, это еще глубже, чем контакты, намного глубже. И мозг задействован значительно сложнее, потому что в себе ковыряешься. Поэтому... Поэтому сейчас зайдем по себе побродим. Вдох-выдох. Девчонкам помогайте догружаться. Коллективно. Попробуем, вы включаете. Угу. Внимание по стопам. Голенем. Коленем. Бедрам. Живот. Гроз. Шея. Лицо. Выдыхаете прохладный воздух. Выдыхаете теплый. Здесь как раз очень хорошо ощущается прохлада. Невероятная разница. Углубляет невероятную. Просто один вдох-выдох, и вы уже в себе. Так, и расслабляетесь. Состояние вверх. Состояние классное, накачанное. Зретье в область третьем. Углаза внимание на гипофиз в центр головы. Вдох-выдох. Вдох-выдох. И мы идем к себе, в свой яркий внутренний свет. В свет своей душе. Мы идем в свой внутренний мир, к своему высшему Я. В ресурсы своей психики. Мы идем внутрь, глубже и дальше. И мы способны получать ответы на все вопросы. Напрямую из себя, своего высшего Я. Все вопросы, которые касаются нашей жизни. Нашей психики. Все ключевые, основные вопросы, связанные с нашим сознанием. Вдох-выдох, и мы погружаемся глубже и дальше. Мир своих ресурсов. Человек очень многогранный. Многофункциональный. Из него можно сделать как биоробота. Можно сделать как физиолог. Человека с полной физиологией. А психика на грани возможная. Он будет видеться солдатом. Он не рожден. Его отшлифовали. Я солдат, я могу. В этот момент отключается полностью. В разум. И включаются только навыки. Навыки поработанные. Наложенные. Какие механизмы в психике есть по осознанной саморегуляции своего физического тела? Какие уровни доступа там есть? Как мы можем регулировать, например, психосоматические моменты? Как мы можем регулировать какие-то гормональные изменения? И с разных сторон, если сможете рассмотреть механизмы под ног. Я могу сказать, что у нас заложена база. Эта база идет по ступеням. Начиная от восприятия, понимания, осознания. Ресурсов очень много. Включается внимание. Куда внимание? То включается. На уровне чувств, говорят, прочувствуем. Что можно полностью прочувствовать, как бы, своей, своим внутренним миром. А можно прочувствовать тоже чувства разного. Разные ощущения и разная тактика, психика очень материализована. И с каждым контактом у человека происходит всплеск. Полностью химический состав крови меняется. Нервное окончание учебы работает. ДНК не совсем статично, как мы привыкли думать. Оно все-таки немножечко меняется. Чуть-чуть незначительно, но есть изменения. Без этого бы не было эволюции. Если бы оно ДНК было статично. Да, еще говорят, что ДНК, в принципе, можно изменить без жизни. Но не химическими препаратами, а именно действиями практиков. Ну вот, опять же, фокус внимания, когда ты переключаешь, понимаешь, осознаешь. То есть осознавание перепрописывает информацию в ДНК. Да, изменения происходят, коды. Даже можно себе запрограммировать жизнь, по которой ты проживешь. А ты запрограммируешь себе ребенка, который родится. Запрограммируешь события, которые будут происходить у тебя. Но, тем не менее, есть понятие веры. Вера, которая определяет и накладывает свой печаток на восприятие и жизнь. А вера убивает все в человеке, остается только. Вообще, существует три-четыре варианта. И они как бы одновременно развиваются. Три-четыре ветки. Да, с них можно перескочить. Такой вариант, возможно, что можно показывать, как стрелка перескочить. Что происходит туда с веткой. Она как бы, туда перестает поступать энергия. Можно как бы схлопнуть в одну. Но это очень сложно, это нереально. На том уровне, в котором человечество сейчас, это нереально. С ветки на ветку мы еще можем как-то. Некоторые в особи еще так могут. Но схлопнуть вот все эти варианты в одну, это нереально. Пока нереально. Это параллельные реальности, которые сразу просто... Одного человека, да. Одного человека параллельные реальности. Причем можно перескочить. Вот если говорить о точке фрустрации, вот тут подойдет четыре варианта. И можно перескочить без этих точек. Но это чревато очень большим последствием. Вряд ли психика выдержит. Скорее всего, с нашим обществом в дурку попадешь. Надо готовиться. Надо готовить психику. Надо готовить детей с самого рождения спирона к тому, что человек является индивидуумом. И уже готовить психику к тому не социальному образу. Но социальный аспект у нас очень развит. Это, который, да, человек. Мы работаем. Мы даже заложники. Мы заложники даже своей собственной психики. Это как больший процент. То есть до тех пор, пока мы не осознаем свою индивидуальность и будем идти в коллективную социальность, мы вообще заложники отсутствия выбора или как? Ты сейчас такую интересную мысль зацепила. Сформулируй ее. Сформулируй, попробуй вытянуть ее целиком. Когда закладывается душа, предопределяется выбор. Когда человек приходит в этот мир, у него есть тоже выбор. Выбором он не пользуется. Если даже... А... Подождите. Он, блин, как же шелко все. Выбором он пользуется. Нет, у него выбор как бы... Да, он может пользоваться только как резерв. Он тоже приходит. Квозит так обрезают. Как и среди трех берез выбирают, да? Да, да. А березу уже заранее известно. Вот смотрите, человек идет по дороге. Тут же его идет параллель. Вот это вот параллель, который он всегда между тем чувствует, что вот он здесь и сейчас, и в то же время его здесь нет. И это прослеживается по жизни. У кого есть какая-то чуть-чуть повышенная несомность вот этого, то есть есть, есть, вот он идет, и это параллельная реальность на то же есть. А что он тут и возьмет, как выбор. Либо с катушек сойдет, либо гуру станет. Не в большом смысле, но для себя тоже. Он человек способен предсказывать свое будущее, регулировать своими своими здоровыми. Кровь чистить способен. Частица Бога действительно в человеке, она существует. И вот когда ее принимаешь, то тогда, да, можно творить просто чудеса. Что это значит? Он мне говорит, что человек должен истыкаться с этой источниками, источник вещества. Не в толпе, а последовательная лица. Он очень такая тонкая, тонкая грань, такая тонкая. Это как человек присутствует в реальном мире, и тут такой очень тонкий ресурс психики. Ну, либо сумасшедший, либо я шизофреник, либо вообще у меня порогнуваем. И у нас нету так, чтобы нам отрегулировали это состояние. Это надо присоединяться к Высшему Я, через Бога, через всю эту энергию, чтобы не лишили тебя этого разума. В детстве, как детство, как детство, как людей, и их скрывают, как консервный банк. А там столько заложено все. Вся редкая, и пока все. А ребенок говорит, что поднимает другие верхи. У него все энергии считаются, все. У него все достоверно. У него все ресурсы поднимают. Как мне еще показывают, что все-таки, да, действительно, чтобы в себе вот это вот включить, то надо как бы из общества выпрыгнуться. Хотя бы на какие-то моменты надо из общества абстрагироваться. Еще, когда мы садимся в медитацию, наступает тоже такая нить. Обязательно можно помнить себя возвращать назад. Обязательно. Если человек не владеет этой техникой, это его физического тела, как бы только у него масса двигается, а его самого нет. Человек даже не в состоянии следить за своих поступков. Он уже как к расстоянию идет. Психика у человека очень такая гибкая, интересная штука. С ней очень интересно играть. И получается, что человек играет сам с собой. Вот как два... Разум лепит из психики. Разум лепит из психики. Психика – это продукт. То есть если разум – это как какое-то нечто такое... Как высшая инстанция. Да, то есть как живое существо. Это высшая инстанция. Инстанция одна для всех людей, и у каждого человека есть. Это высшая инстанция как отделенная часть какая-то? Она как отделенная часть для каждого. Для каждого, да. Но, тем не менее, она собирается как купол, и становится очень большой энергией. И это получается высшая инстанция для всех, а то для каждого. И у каждого мир в своем глазах. Это высшая инстанция. Чтобы в нее прийти, надо идти вовнутрь себя. Выход в нее идет через себя или наружу. Когда мы снаружи пытаемся постичь ее. Нет, если ты не пропустишь лекарство по себе, если ты не почистишься полностью, свой кровь, свой состав, на выходе у тебя не будет такого результата, как ты выходишь. Ты можешь одеть на себя самую лучшую надежду Шейха, но из себя не будет человека. Но в высшем из детей его понимаем. Можно быть дергейшем и человеком. Путешествовал еще по миру. Где нет именно для него ограничения, но где есть ограничения, с которыми они считаются. Но он как-то умеет так и все сбалансировать. Своей головой, прежде всего, он работает за своей головой. Когда укладывается в ее голове, тогда проходит результат. Нет этого нет результата. Есть результат, но он для мира неприемлем для Сирены. И его как бы не то что списывают, его подтягают туда, назад. Вообще импульс для разума идет откуда-то вот отсюда, как то, что мы называем сил, сила Духа, сила Воли. Получается, что как будто все-таки импульсы изначально идут отсюда. Сюда, а разум уже начинает с психикой играть. И лепит как пластилин. Но изначально сразу идет отсюда. Нет, оно идет все-таки вот отсюда. Как будто бы импульсы. То есть у нас сформирование реальности задействована какая-то импульсная часть, которая связана с душой. у нас абрагетический.